Добрый день, на студии Укралов ТВ. Алексей Листоевич сегодня, пожалуй, к нам в гости. Приветствую Алексею. И только что разговор хорошо зашел о том, что Россия это не только все флота, оставшиеся в наследство от СССР, и это, по сути, антисоветский проект, но это еще и небольшой суденышко Норд, которое таки было пленено украинскими пограничниками, потому что нарушены были животы, ловля рыбы и уже там содержится под охраной, сколько там дней, начиная с 8 числа, можно посчитать, но смысл в том, что все-таки это некий такой инцидент, который вызвал определенный резонанс. Как бы прокомментировали, насколько это чревато ухудшением отношений на море между Украиной России. Я вот долго думал, зачем россиянам нужен этот крик, учитывая, что это не первое захваченное судно, задержанное, я бы сказал. Была и под Херсоном такая история, тогда на тормозах спустили и все. Может хотят отомстить нам и сорвать курортный сезон, я вот думаю, такой вариант есть. Но опять же, да, вторая причина, это они в мае собираются запускать Керченский мост, а значит нужны меры безопасности. Это все-таки зона международного морского судоходства. И для введения норм безопасности, любых ограничений, любой военной активности, оно чревато международными осложнениями. Значит, нужен очень серьезный повод или достаточно серьезный повод, чтобы оправдать присутствие на море там усиленных сил безопасности, например. А россияны же, они же люди простые, у них все, что на уме, все на языке. Они тут же выболтали устами какого-то там представителя МИД, что вот Черноморский флот и авиация. По военной точке зрения, они закрывают район, хотят закрыть. Проголосили перекрыть Керченский пролив, ну скажем так, ввести какой-то дополнительный досмотр судов. Вести режим, который позволит им доминировать в Керченском заливе. А как арестовывать украинские суда, которые недостаточно отвечают каким-то требованиям, которые вдруг усилятся, увеличатся, расширятся. Как минимум, по замыслу, как минимум, скорее всего, они хотят это обеспечением функционирования моста и переправы. Второе, это то, что они хотят нам подпортить курорт на СИЗУ, выставить Украину нарушающей страной страной, которая хочет эскалации, то есть мы провоцируем их, а они только защищаются, ну как обычно. В Финляндии тоже защищались, на Халкинголе защищались, на Хасане защищались и так далее, и так далее. И в Польше защищались. И тут, как это, начнется такая вот война канонярок, то, что называется, то, что было в истории. Они будут грозить нам, мы будем грозить им. Дойдет ли до военных инцидентов, если вообще пойдет, поэтому, ну, может и дойти, все-таки воюем. Они могут стрельнуть, мы можем стрельнуть. Пока что суд, вот будет ли суд над этими? Суд будет однозначно. В общем-то, гражданами России, которые получили эти паспорта, ведь в Крыму, российские, а у них остались, я думаю, что украинские. И все это и надо показать украинские паспорта, и их отпустят. Украина их не признает гражданами России. Понятное дело. Они же там уже прокурор высказался, что она и предъявляет. Она предъявляет им административное правонарушение в связи с пересечением границ временно оккупированной территории. Незаконное пересечение. Но вот вариант, что они свои паспорта, гражданами, может, там нашли где-то семьи украинские. Нет, там уже заявили, что их отпустят, скорее всего. Отпустят, да. К семьям отпустят. Судно задержат, возможно, арест наложат, а людей, скорее всего, отпустят. Главное, это Керченский мост, но и какие-то там происходящие в Крыму изменения. Изменения. Даже дело не в Крыму, пока только в Азовском море, но вот эта истерика, которую они подняли, может обернуться все-таки некой войной канонерок. Когда вытесняют, таранят, опасное маневрирование, самолеты низко прилетают. В общем, вся эта добрая история. Конвоирование какими-то судами. Но я считаю, что мы задерживать не будем, если военные суда будут конвоировать это все, военные корабли. Будем там иски, апелляции подавать. Короче, все та же тиху, на которые было. То есть военные, думаешь, задерживать не будем, да? Нет. Украина не хватит просто. Какими силами мы будем задерживать? Вопрос, может, какие-то есть силы? Нет, у нас там два с половиной катера. И они, скорее всего, будут держаться прибрежной зоной. То есть, если мы будем что-то военное изображать, то это в прибрежной зоне, чтобы наземные средства могли поддержать. Ну, и там, если что, наша авиация. Нам это невыгодно очень. Не хватало нам еще одного театра военных действий в этом направлении. Ну, как-то зубы там паскалим, возможно. Мне вообще непонятно, зачем мы так героически поступили. Взяли вот и задержали. Ну, нарушил же. Нет, ну, нарушил тут же как это. В стране совершается два миллиона преступлений, а полицейские могут обслужить 200 тысяч преступлений или миллион. И существует коллегия МВД, да? И там стратегия МВД, которая говорит, что все усилия мы сосредотачиваем в этом году на этом. Потому что стратегический анализ показывает, что в будущем или через пять лет, через три вызревает такая тенденция, мы и профилактикой занимаемся ее. То же самое армия, она же не может воевать по всему периметру украинских границ и пограничники. Они должны сосредотачивать на чем-то усилие. Сосредоточить усилие на судах нарушителей, ну, с одной стороны, это очень героически, с другой стороны. Ну, посмотрим, что это вылится. Никого же больше задержать мы не можем. Почему? Задержим. Ну и дальше что? Еще задержим, да? Гражданские суда, например. Ну, военная канонера какая-то такая будет, скорее всего. А насколько вообще есть риск, на наш взгляд, и опасность каких-то таких водах, вернее, в этих водах есть ли опасность, которые там непосредственно так они плавно переходят под Мариуполем, там уже прямо… Там не демаркирована граница. Поэтому возникают казусы очень разные. Как трактует та сторона, как будет трактовать международный арбитраж, если до него дойдет и к нему обращаться. То есть, это проблемная зона. До сих пор, даже в 2014 году, ну, там были отдельные поползновения, но старались не нарушать, потому что нарушить международное морское судоходство, которое является основой международной торговли, это очень резкое битье чашек в лавке посудной. И не думаю, что это нужно России, не думаю, что это нужно нам, и вот эти телодвижения сторон. Ну, посмотрим. Тут же недостаточной информации, чтобы сделать уверенные выводы. Это все в области предположений, скажем так. А вы думаете ли, в перспективе какой-то, ну, скажем так, не Эрдоган, а Турция пойдет на какое-то смягчение режима или они вообще и не выдвигали никаких особо претензий России в СССР? Это не признают территориальную целостность Украины, но они же делают это обтекаемо, потому что там тесное сотрудничество по Сирии, С-400 продают, а там станцию начали строить недавно. То есть, в Турции играют все, турецкий поток, они играют свои игры с россиянами, значит, сдержанно сквозь зубы, но всегда, они всегда на встречах с Украиной подтверждают территориальную целостность. Ну и по курдам подыграл Россия, по сути, да? Ну там очень много завязок между ними, они не педалируют эту тему. Тут же момент какой, можно промолчать, можно высказаться в поддержку территориальной целостности и мира во всем мире, как китайцы часто делают, не заявляя ничего конкретно, а можно сжать конкретно, как давят американцы, например, и европейцы. Никогда не признаем санкции, пятое, десятое. Турция не участвует в санкциях, но она и нашим, и вашим ведет свою политику. Ту же самый главный вопрос, вот после инаугурации, понятно, Путина, которые где-то остроумно написали, кто будет следующим Путиным в России. Да, в Российской Федерации, кого выберут. Да, вот следующим Путин стал Путин, и поэтому сейчас, говорят, что после инаугурации, ну как говорят, пишут в сетях же, да, это вопрос, могут быть какие-то, какая-то эскалация даже боевых действий в связи с этим вот кораблем, или, может, мы, получается, недопустим? Ну вот началась эскалация боевых действий, какие реальные цели может поставить Россия? Сорвать вот миротворцев? Ну, как это, наоборот, эскалация боевых действий, они же когда-то эскалируются, когда-то прекращаются, то есть это будет поводом для ведения миротворцев, таким уже, и только усилит. Потому что эскалация – это всегда гибель мирных граждан, это хороший повод для того, чтобы вести миротворцев. Захватить еще один регион в Украине, ну чем это для них обернется? А, они могут захватить, да? Могут попытаться захватить, да. Там уже стянуты колоссальные, ну, по меркам мирной жизни. Нет, не в Крыму, я говорю сейчас о том, что эскалация может не только в Крыму. Ну, если по периметру, там сегодня о полторах заявил, 77 тысяч стоит россиян, там 20 батальонов тактических групп, ну, вот они могут усилить до 100, радостно полезут на наши 400, ну, как это, ну, вот хорошо, захватили они половину Харьковской, Лисовской области, вот они заехали, половину Киевской, где Чернигов взяли, например, там, чуть-чуть в Херсоне, ну, и вот, и что дальше? То есть, ну, наверное, можно предположить, что Путину скорее сейчас надо как-то с Трампом там устанавливать отношения какие-то. У них же проблема дело Скрипаля, их очень сильно подкосило. На них там создан международный фронт антироссийский, связанный антидипломатически, высылки дипломата, беспрецедентные 61-го года и так далее, и так далее, и так далее. Холодная война в разгаре, если они пойдут на эскалацию, они, в принципе, должны пойти на эскалацию. Но новое телодвижение в Украине, у них просто нет выхода, они ведь довели, вся их политика сформирована на поднятие ставок в игре с Западом. В том числе военных ставок, если не в первую очередь военных ставок. Евросоюз отвечает тем же самым, они там дороги уравняют. То есть, к 20-му году выделили средства на совершенствование транспортной инфраструктуры для переброски войск внутри Европы. Все готовятся к войне, которая там 20-21 год, прогнозисты говорят, должно быть военное обострение. Так или иначе. Его вероятность крайне высокая, скажем так. Военное обострение или мировая война? Возможно, военное обострение может носить разные формы. Но в России что-либо серьезное делать в Украине, без того, чтобы шевелиться в Белоруссии и Прибалтике, нет никакого смысла. И если уже брать, то им надо брать от Балтийского моря до Черного. Тогда они смогут радикально изменить ситуацию в Европе, в Восточной. И получить какие-то реальные бонусы. Например, захватить промышленные районы, захватить районы с лояльным населением. То есть усилить саму Россию по каким-то параметрам. Просто так начинать эскалацию, а какой смысл? В России, в данном случае, администрация Путина или как-то военная часть этой администрации, как там обычно называют это, каким-то таким красивым словом, чтобы подчеркнуть хищнический характер, захватнический. Но мы сейчас о другом. О том, что, конечно, есть у любого империализма такая природа хищническая и не только у российского. Там есть империализм и постарше на планете у нас. Когда мы говорим о противоречиях между Евросоюзом и Америкой, вот на этих противоречиях как вообще сегодня играет Россия? Активно очень играет. Вечная дуда России по отношению к Европе, что вы под оккупацией американской. Вы же взрослые солидные люди, у вас же там огромные бюджеты, огромная история. Давайте вместе договоримся. А Америка вообще-то в другом континенте, за океаном. Давайте договоримся мы с вами, как в Европе ладить дела на евразийском пространстве. А что там американцы? Они сидят за океаном, это их проблема. И в Европе полно желающих, так сказать, прислушаться к этим словам. То есть это экономически как-то обосновывается? Экономически, военно, всесторонне. Они имеют опыт Деголя, который вел свою политику дружественного по отношению к СССР и весьма недружественного по отношению к США. Вывел Францию из НАТО. Это же был огромный успех тогда для СССР. Вообще, это очень старая история. В России как раз о Макроне несколько слов. Он же настолько о себе заявляет, так уверенно, совершая дипломатические воежи. Евросоюз стоит перед большим вызовом. Они должны реформировать Европу. Даже и Макрон, когда вспомнили о французах, он ведет себя сейчас очень самостоятельно. Да. В Европе есть европейская элита. Ее много. Она уже пронизала за время существования Евросоюза. За два десятилетия пронизала в той или иной форме. Пронизала все структуры, получила огромную власть. И в ней назревает тенденция, она однозначная, которая говорит о том, что Евросоюз надо дальше интегрировать. Например, вводить единое министерство. Министерство иностранных дел всего ЕС. Министерство финансов всего ЕС. И так далее. Военную, структурную, безопасность. Есть три основные модели реформирования ЕС. Французская, немецкая и общая евросоюзская бюрократия. Они отличаются в нюансах. Иногда очень сильно отличаются. Макарон продвигает свою. Он пришел на выборы с лозунгом реформирования ЕС. Меркель, немцы, свою. И бюрократия свою третью модель. В 2019 году в Европе выборы в Европарламент. И они очень боятся, что правые зайдут. И хотят уже успеть реформировать к моменту выборов в парламенте избирательную систему. Так, чтобы снизить эти риски, провести умеренных там и так далее. У них очень тяжелая борьба. В эту борьбу активно вмешивается Россия. То, что эта борьба тяжелая, видно по выборам в Италии и по результатам. И ставки очень высокие. А Европа, мы с вами когда-то говорили, это локомотив, несущийся в будущее. Это постмодернистский проект. Есть книга такая хорошая о рае и силе. Американцы репрезентуют в этом мире силу, а Европа – рай. Они построили проект, где все всех любят, где все хорошо. Это люди, стержнем которых является мир, дружба, жвачка. Они не хотят воевать. Любую ситуацию проблемную они решают путем коммуникации и кооперации. Они пытаются решить. И на этом тоже успешно играет Россия. Потому что методология Евросоюза – это очень мягкая сила. А Россия ставит на все виды силы, способные реально повлиять на ситуацию. Прямо здесь и сейчас. Не вообще через 10-20 лет, а здесь и сейчас. И у России, у Путина, у Кремля огромные возможности в Европе. По некоторым данным ходят полтора триллиона российских денег. Фактически годовой бюджет ЕС. Но не ЕС, а крупнейших стран ЕС, типа Германии и Италии. И с 70-х годов, а то еще раньше, в Советском Союзе была поставлена задача на коррупцию экономической и политической культурной элиты и научной европейцев. Там есть связи их колоссальные. Только по персоналям. Берлусконе – лучший друг Путина. Это медиамагнат и премьер-министр Италия. Третья сторона Евросоюза. Например, Шрёдер – бывший канцлер Германии. А сейчас функционер Газпрома. Полно нюансов. Элиты расколоты. И сама демократическая модель в Европе присутствующая, являющаяся ЕС, позволяет, например, России искать союзников. Эти союзники проводят и поддерживают их. Они проводят определенную политику внутри самих стран. Например, Словакия есть такая страна. Интересно. В Словакии большие проблемы в военной элите нынешней. Они очень как-то дивно пришли к власти в Словакии. Словацкой армии, которая член НАТО, на самом деле. Пришли люди, которые ориентируются на Россию, например. Очень активно. Позиция Болгарии непонятная. С одной стороны, вице-премьер ругает патриарха Кирилла. С другой стороны, лидер партии «Атака» кричит, что Крым наш, российский. Анти-западная риторика, анти-американская риторика и так далее. В общем, Европа ожидает очень горячие дни. Россия очень активно на этом играет. Вы вспомнили о Скорпале, Россия. И анти-американские лозунги занимают в этом всем, чтобы закончить. Уже очень большой вес, очень серьезный. Но когда мы говорим о Скорпале, то сразу же возникает, вот коль мы в Америку, и конечно о Европе сейчас заговорили, как бы перенос внимания с выплатой, я так понимаю, что за Brexit в Великобритании каких-то денег, куда тоже не должны заплатить, как бы не в ЕС. А тут в эти разы мы и часть стран, конечно же более развитых, которая тоже дипломатов высылала в средства Британии. И какие-то подтверждения этому, ну пока таких самых, что ли, главных, не предоставлено же Британии, да? Или уже есть там… Было заключение, закрытый отчет. У них же есть такой комитет, КОБРа называется, который играет роль экстренного совета по национальной безопасности и обороне. Экстренно. Там была публикация в Times, что они предоставили национальное разведывательное сообщество, технические экспертизы, подготовили отчетный документ на рассмотрение, в котором подтверждается происхождение этого еда из, ну, этого ВВ отравляющего, ВВ вернее, из лаборатории России, в Российской Федерации. Ну, Путин сказал, что там в 20 странах можно такое производить? Ну, сказать там можно все, что угодно, Путин много говорит. Дело в том, что как это… Британия, в Британии не та страна, в которой вот так вот можно взять и потрясти пробиркой на трибуне ООН, как в Америке, да? Там очень жесткий парламентский контроль, прежде всего общественный. Друг друга контролируют очень сильно и плотно. У Мэй предостаточно проблем с тем же Брекситом, чтобы позволить себе такие вот рискованные обвинения, если они фальсифицированы. Кроме того, тут же надо понимать, мы рассуждаем старые модели, а британцы давно приняли правосудие, оно же процедентное, оно постоянно совершенствуется. Они приняли модель, которую Роберт Суинберн, философ аналитический, предложил. Его же поздравляли, по-моему, когда было дело Литвиненко. Британский суд вынес постановление, в котором словесные конструкции, паттерны. Это были цитаты из книги Суинберна «Существование Бога», где он проводит аналитические методы, рассматривая теорию доказательства и выдвигает новые доказательства. То есть он вводит понятие о том, что менее вероятное и более вероятное. Там достаточно аналитическое, математическое мышление. Его поздравили официально в прессе, коллеги и предоставили специалист по России еще вдобавок. Когда переводчиком был русский язык знает совершенство. Была применена формула, где категория примерно так звучит, что очень высокая вероятность. Это достаточно для того, чтобы инициировать расследование и рассматривать предметом этого расследования, субъектом преступления, рассматривать ту или иную сторону. Это не доказано. Но сумма фактов, имеющаяся в ее трактовах, говорит о том, что это крайне вероятно для инициации, например, определенного процесса. Та же самая формировка была применена сейчас в деле Скрипеля. Они не говорят о доказательствах, они говорят о вероятностях. У нас континентальное право, оно по-другому устроено, что в России, что в Украине, что во Франции. И нам, людям, которые не вникали в эти вещи, достаточно сложно понять, я публикацию читаю, достаточно понять, они говорят, как это так, обвинения, уже санкции применены, а еще не доказано ничего, где презумпция невиновности. Она не нарушается, там это просто другая система правосудия. Они говорят, с высокой вероятностью, например, если вероятность больше 65%, она там рассчитывается по определенной формуле, то этого достаточно для того, чтобы начинать определенные действия. И они ровно по этой процедуре пошли. Эта процедура является новой для нас, и для нас она является, так сказать, для российских наблюдателей, для украинских, она является таким вот нарушением континентальных старорежимных представлений о правосудии, в мире ответственности. Это просто новая ветвь на таком большом дереве правосудия, новые тенденции. Они давно так поступают. С Уинберна официально поздравляли коллеги в прессе. Но это такая неизбирательная новая модель, да? Она ко всем применяется? Она применяется ко всем, да. Ну, например, она же впервые была применена к какому-то там провинциальному убийству в Англии, когда не было достаточно доказательств, была применена формула, прецедент был создан, что с высокой вероятностью это вот это. И суд перенаправил полицейское расследование, обозначив там зону субъекта преступления и зону подозреваемых, группу подозреваемых, что являлось абсолютно новым. Ну, вот была применена эта формула, просто Литвиненко громкое дело из Крыпыли громкоделка. Вообще, впервые прецедент был создан там по какому-то там убийству сельской местности в старом добром духе Агата Крестья. А для России-то чем это чревато вот такая новая ветвь на этом древе? Ну, им обвалили… Им обвалили… Российская разведывательная модель предполагает, что, как и советская, что основой этой модели являются сотрудники спецслужб, работающие под дипломатическим прикрытием. Ну, они имеют возможность проводить влияние государства, а самое главное, они имеют иммунитет для определенных действий. То есть у них есть вторая сеть, это люди под прикрытием легальным, но которые не дипломатическим, а представительским. Торгпредства, компании, бизнес, СМИ, журналисты и так далее, культурные центры. А есть третья сеть, нелегальная. Но вот эти две сети замыкаются на основную. И когда их высылают, а это же высылка самая… В 1961 году подписали венский документ относительно этого. Была крупная высылка, тоже Британия произвела. Вот это самое беспрецедентное, самое крупное за всю историю. Им обвалили сеть. Если этот режим западной страны продержат больше года, то россияне потеряют связи, через которые они работали, и контакты в значительной степени. То есть будут подорваны их разведывательные возможности в странах Запада очень сильно. И мы можем квалифицировать это явление как? Запад находится в обороне, Россия наступает. Запад находится в обороне, потому что у них нет представления о том, что можно в принципе делать с Россией. Какова может быть цель этой войны? Какие варианты? Демократизация России нереальна. И они этот урок только что прошли в 1991 году с Ельцином. В 1991 году были надежда и эйфория. В 1999 году пришел уже Путин к власти. Восемь лет. И Дюдмюнхенская речь еще через десять лет. И все. За двадцать лет все отмоталось назад. А теперь сколько проблем? Четыре войны в Европе и так далее. Как бы развалить Россию? Никто не имеет сил и средств оперировать этим хаосом с расползающимся ядерным оружием и так далее. Представляете, 20 кадыровов с ядерным оружием и ссорятся между собой. Труба та же и так далее. Что там еще? Уничтожить Россию в мировой войне? Но это просто неприемлемый вариант. Ни для кого в мире. Поэтому у Запада нет выраженной цели политики в отношении России. Они обороняются. Россия продвигает совершенно определенную политику. Кремль. Запад обороняется. Единственное, что положительно можно констатировать, что в сравнении, например, с Крымским кризисом и украинским кризисом и грузинским кризисом, когда министр иностранных дел Германии, резюмируя документ по Грузии, забыл вписать туда обязательно фразу об интересах Грузии. Он упомянул Абхазию и Южную Осетию. Забыл просто писать. Был грандиозный скандал в 2008 году. Штанмайер. Ну, забыл, извините. Так вот, по сравнению с этими временами, например, белорусский кризис отыграли довольно четко на всех уровнях. Стратегический, оперативно, тактический. Этот кризис тоже очень быстро и оперативно отыграли и обрушили сеть российскую разведывательную. Почему ее? Потому что через нее реализовывались активные мероприятия по отравлению и по всему остному. И ударили по медийным некоторым возможностям. Неплохой, организованный, совместный, довольно очень быстрый ответ Запада на это отравление. Но само отравление показывает, что Россия не собирается успокаиваться. И в момент, когда там висит на носу чемпионат мира, да, и проблематизированы, там прочие санкции и все остальное, они берут проблемы по Сирии, берут и травят на территории Британии 21 британского гражданина. Это как бы применяют боевое отравляющее вещество. Это акт войны вообще-то. Показывает, что вот эти все разговоры, что Запад анакондой задушит Россию, можно сразу выбрасывать в ящик. Все только начинается. И пока Запад в стратегической обороне. Вот вы говорите, что он не знает, что делать, этот Запад такой обобщенный, но все-таки что-то он делает. Он знает, он может контрудары наносит, да, короткие. А какие еще могут быть в отношении России? Нет, так это же меры эскалации, да, в зависимости от того, что будет делать Россия, Запад тоже будет поднимать ставки. Они не поднимают ставки вперед, все ставки поднимают Россия. То есть игра идет так, Россия подняла ставки, Запад поднял, Россия поднял, Запад поднял. Запад ни разу не поднял ставки самостоятельно выше, потому что у него другие задачи. Он стоит перед очередным этапом модернизации, перехода на новый технологический уклад, по сути, прощается в каком-то смысле с модерном, хочет построить когнитивное общество. Это грандиозная перемена, сравнимая с реформацией, с теми событиями, которые были на Западе в 16-17 веках. Только сейчас они управляемые, они отрефлексированные и управляемые. Хотят управляемое сделать столетие, когда они там решат свои задачи, в 10-летие как минимум. И тут опять Россия, вроде как замирились, приняли восьмерку, приняли в двадцатку, совместные проекты проводим. Ну что же это такое? Старая история повторяется, мы когда-то с вами говорили, что я лично уверен, что Россия принесет себя в четвертый раз в жертву модернизации Запада, очередного этапа. Как было дело с Грозным, было дело со Сталином, вернее с этим самым Петром Первым, Сталин и вот сейчас будет Путин. Или кто там будет после Путина. Это вечная проблема Запада и России, потому что Россия – это тень Запада, тень в юнгянском смысле. С большой буквы «Т». И четвертый раз они делают этот трюк, но в какую цену обойдется, какие сроки он обойдется – это большой и большой вопрос. Кроме того, ничего не определено до конца, всякое может случиться. Но то, что мы заходим в обострение крупное мировое, и пик его должен прийти с 19, 20, 21 года – это однозначно. И вот тут самое же время, Алексей, все-таки напомнить самим себе о том, что живет он в Украине, мы граждане Украины. И самая сегодня разгоняемая новость – это такое дело Бубенчика. Его там несколько перепрофилировали, изменят даже статью. Трудно перескочить от таких масштабов к этим локальным событиям, которые нас как медийные поводы беспокоят. Но как-то связать это можно, да? Вот чем занимается украинское общество, а не только медийная его часть, и почему нас это волнует, и как мы зависим от тех процессов на Западе и в России. Дело Бубенчика. Человек заявляет, что он убивал полицейских на Майдане, тогда милиционеров еще. Но есть закон, государство есть государство, должны быть наказаны и полицейские, убивавшие граждан, и граждане, убивавшие полицейских вообще-то. Он сам себя как-то оговаривает? Это он гордо заявил, особенно учитывая, что закон об амнистии был принят. Но это же все. Зачем инициировали это дело – тоже большой вопрос. Зачем они арестовали российское судно? Зачем они инициировали дело Бубенчика, то ли это стихия или просто сработала машина, то ли это организованный замысел, мне непонятно. Но понятно, что вот эти все разговоры, что мы возьмем оружие, мы теперь совсем другие после Майдана, мы все повоевали в АТО, мы такие все классные, значит снесем эту власть. Я не верю в это все, и меня вызывает такую сильно скептическую улыбку все эти революционные разговоры, революционные марши, факельные шесты и все остальное. Я прекрасно знаю эту публику, и знаю, что они тарелку супа не способны перевернуть, не то что там переворот какой-то в стране, сделают революцию, все эти разговоры. Самое главное, что даже если они что-нибудь перевернут, они окажутся с огромным морем народа наедине, который насквозь социалистический, хочет субсидий, хочет льгот, хочет, чтобы государство гладило по головке, держало, ничего не делало и так далее и так далее, и огромным количеством проблем, о которых они не только не справиться не смогут, революционные матросы, они даже понятия не имеют о них. А если они ожидают, что специалисты придут и им помогут, там проконсультируют, то специалисты сбегут отсюда очень быстро, как только что-то военное произойдет. А самое главное, не будет внешней поддержки, вот как только там стрельба начнется, там снос власти и так далее, мир откажется. И в результате кончится это тем, что пол Украины заграбастает Путин, а половина попадет под протекторат Евросоюза и будет, как это, один язык, одна нация, одна область. Нет, нет, я думаю, что не надо нам такого. Ну, такого точно не надо, вот это перспективы дела Бубенчика и все эти разговоры, что мы там не забудем, о томстим. Ну, уже по делу, что там чуть ли не высказывались, я так понимаю, что и генеральный прокурор, и спикер, и как-то все вот на его стороне, а ведь, ну давайте попробуем даже не конструировать события, а ясно, что там есть какие-то, ну, по сути, преступники, которые сегодня не скрывают, даже как они на территории неконтролируемой сегодня Киевом себя вели, я имею в виду там от Стрелкова через там Бородая, все сейчас делятся воспоминаниями, там четыре года тоже прошло вот такое, знаете, провозглашение этой независимости, хотя провозглашение оно сегодня и для России не выглядит столь очевидно, да, то есть что-то часть России, оно как-то что-то частью так и не стало, они сами там об этом пишут, да, но мы, отступая от события, собственно, войны, к Майдану, если то, вот Бубенчиков такой же, ну, феноменальный человек совершенно, который, не боясь рассказывает там в одном фильме, в другом, мы все увидим, потом как-то все затухает и вдруг это возникает снова, да, и показывает тем, что все же его мы не будем там судить, трогать или пока что не так все очевидно для вас. То есть все же пишут, что так мы и до героев АТО можем досудиться, да? Ну, сказать-то можно, язык же без костей, сказать можно все, что угодно, просто майдановской публике что нужно понять, что они проиграли. Вот эти слабые, как это сказать, когда огрызаются, да, вот люди огрызаются, просто махание кулаками, языками даже после драки, оно же ни к чему не приводит. В стране победила умеренная контрреволюция, мы давно с вами об этом говорили, она хочет ограниченных реформ и повестка дня Майдана осталась только риторикой. Истинное содержание этих реформ очень сильно отличается от майдановских чаяний. Ну, если вы проиграли, что там подкачивать права языком, как бы, да, ну, это ж смысл. Я бы, честно говоря, на их месте, ну, постеснялся бы писать грозные прокламации, что вот вы там уже, вы там погодите на Печерских холмах, мы уж придем, снесем и так далее, так далее. Настолько не серьезно, что хотите снести, готовьте молча. Ну, как это, само вот эта теляпанье языками, оно же, как это, показывает, что публик абсолютно не серьезный. Я бы снести, да, Савченко, что вы думаете по поводу Савченко и ее звезды? Да, да. Вот как-то связать опять с Бубенчиком, потому что не просто... Так, нет, дело не в этом. Дело в том, что Бубенчик и Савченко – это очень разные вещи. Где там Савченко была на Майдане – большой вопрос. А Бубенчик – это просто все прогрессивное сообщество украинское восприняло, как этот самый активисты. И майдановцы восприняли, как наезд на Майдан, что вы нам обещали амнистию, что мы противостояли кровавому режиму. Но тут же надо понимать, представим себе, что он действительно убил полицейских. Это преступление в любой стране мира, которое не оправдывается ничего. Разве что революция полностью бы победила, вот полностью, и она бы отменила, ввела бы новый правовой режим, и действительно амнистировала бы этот самый. Тогда да. Революционных матросов, бравших зимний, не судила новая советская власть. Но вы же не революционные матросы, вернее, вы революционные матросы, но вы не взяли зимний. Там, по-моему, жертв-то не было особо. Ну, тем не менее, за гражданскую войну, за всю эту борьбу с террором, за все красный террор, белый террор, красных террористов судили только потом, Сталин, а до этого не судили. То есть революция побеждающая. Например, когда сняли в Португалии пучи полковников, черных, в Греции, вернее, в Португалии капитанов, не судили же людей, которые снимали, не судили. Но для этого надо победить, а Майдан проиграл. Рано или поздно репрессии должны были бы прийти, потому что у власти остался тот же политический класс, ровно с теми же интересами. Он защищает сам себя, то есть олигархи правят, олигархи защищают сами себя, олигархи определяют все тенденции в этой стране. И кластер майдановцев, несмотря на все их заслуги в АТО, волонтерстве и так далее, это ничтожно малая величина, которая по сравнению с реальным соотношением сил в этой стране, но не хочется проводить параллели с басней Крылова, но оно уже ровно так и есть, поэтому выйдут из этого что-то, сколько ни дуй в этот палец, выйдут что-нибудь серьезное, не получится в ближайшее время. Я не верю в Украине, в революцию снизу, не верю в революцию со стороны Майдана. Это нереально. Было два Майдана, революция не произошла. Не способны майдановцы провести революцию, давайте скажем прямо. Им не хватает ни организационного потенциала, ни интеллектуального потенциала. У них есть духовитость, некоторая позволявшая воевать на баррикадах, отстоять там все эти три месяца на Майдане, уйти в АТО, понести жертвы и так далее, но это совершенно недостаточно. Личная духовитость, духовитость в составе подразделения и захват государственной власти и управление страной в условиях тяжелейшего мирового кризиса, который мы обосновали. Проблема не только в Украине, весь мир заходит в колебания очень тяжелые. Нам надо быть готовым к этим колебаниям. она очень далеко находится за пределами, не то что возможностей этих людей реальных, а за пределами их воображения и знания. Поэтому это просто очень узкий спектр. Люди не понимают, как страна устроена. Активность в Фейсбуке, медийная активность создает такую иллюзию ложную, что в стране основной голос – это голос активистов, всяких разных. Но активистов – это такая, не пойми какая разрозненная прослойка, которая воюет между собой. Реально страна выглядит так. Такой большой торт наверху олигархи, все структуры олигархические пронизаны и скелет олигархический. Такой розовый торт, в котором стальная пирамида такая. Пирамида олигархическая, а розовый торт – это народ. Огромное море народа, дышащие, не менее 20 с лишним миллионов взрослых людей, которые смотрят, открыв рот олигархам, слушают, что говорят олигархические медиа, поддерживают олигархический дискурс, очень боятся реформ, очень боятся прихода власти каких-то реальных радикалов, правых, левых, в данном случае неважно, каких-то резких телодвижений, боятся войны и питают относительно нее абсолютные иллюзии. И вот эта прословочка активистов – это такая маленькая вишенка рядом с Empire Street Building, тортом размером с Empire Street Building. И хоть там и зайдите в этом фейсбуке все, из всех пор вытечите медом, ничего не изменится или яростью. Все определяют олигархи и широкое народное море, которое дышит и находится в глубоком УССР-2, в таком социализме в его не самых лучших проявлениях, скажем так. Потому что у социализма, как у любого явления, есть разные проявления. Очень хорошие, естественно, в не самых лучших, которые питают абсолютно патерналистские или простыми словами междевенческие настроения и ждут, что государство за них все решит. Поэтому активисты не являются реальной силой, определяющей расклад. Они являются хорошей пудрой сахарной, которой можно присыпать определенные изменения в определенных министерствах. Прозоро ввели. Ух ты, активисты Майдана пришли, ввели Прозоро, все поменялось и так далее, и у нас из всего пытаются делать такой медийный взрыв, истерику радостную. То, что мемы ходят, которые на самом деле искусственные лепят или устаревшие по Фейсбуку, типа, вы тут пока спорите, а Вася девятиклассник занял первое место на Олимпиаде в Индии программистов, космонавтов, биотехнологов и так далее. Сам факт наличия этих медиа предполагает, что это продающийся товар. То есть у нас нет системы работы или она не видна и не ценятся людьми, потому что они не в состоянии ее оценить. А вот короткие медийные, а-ля подвиги, а-ля накальщики, вот этот лубок, который создается, он очень популярностью пользуется, что лично раз показывает, что с головами и с душами людей не очень, души мелкие, головы безголовые, как бы, да. И страна будет очень медленно двигаться в ограниченный спектр реформ, да, потому что власть, придержащие, вынуждены их проводить. И активисты могут только курить вслед этому ходящему поезду. Поэтому, да. Поэтому, как бы они не возмущались, да, но это же все несерьезно. И еще активисты другого рода, те, которые получают гранты, те, которые в фондах, те, которые должны задекларировать свои какие-то… Да, это вообще особый тип активистов. И вот это как некий такой торт, все-таки тоже деньги-то они наверху где-то, да. Смотрите, Запад же должен взаимодействовать с гражданским обществом. Но ни один серьезный чиновник в мире не будет ждать, пока какое-то там общество придет, и с ним надо будет взаимодействовать. Он себе сам взрастит, нужное общество. Это люди, которых Запад взращивает в таких странах, как Украина, там, в молодых демократиях Египет, Тунис и так далее, и так далее. И вот они удобные, они дают правильные отчеты, их научили, как бы так говорят правильные слова, они напоминают таких неумных комсомольцев. Я застал Советский Союз, так вот, еще сравнительно молодым человеком, я видел комсомольцев настоящих, которые активно спорили на собраниях, устанавливали справедливость, боролись, там, не соглашались, на них оказывали большое давление, они вот все равно там, и так далее, и так далее. Я видел комсомольцев-приспособленцев, которые говорят правильные речи, очень гладкие, гладко выбритые комсомольцы, с начинающими так сытными становиться лицами, такими, да, и с хорошими, правильно завязанными подушечками, правильных галстуком, которые папа привез из Вены или там достали, да, так вот, вот эти вот западные, я очень хорошо знаю вот эту прозападную публику, они мне напоминают вот эту вторую бороду комсомольцев, только те вещали про ЦК КПСС и его там достижения и очередные судьбоносные постановления, а эти вещают про судьбоносные постановления в Брюсселе, в Египте Западной, они типологически, вот, культурно, если смотреть, как актер, например, они ничем не отличаются, как театральный человек, то есть это один и тот же тип. И я очень иронично относился же к тем, что, я к тем годливо относился, а к этим достаточно иронично, и тоже вот годливости с каждым годом все больше становится, поэтому, как они, пусть они себя покроют друг друг другу этими декларациями, это не имеет никакого отношения к реальной политической борьбе и к реальным процессам в стране, это все пудра второй свежести на торте украинской государственности. Хорошо, пусть пудра, не крем, а пудра, но продолжая эту аналогию с тортом, все же есть какой-то такой ломтик отрезанный, и там тоже свои олигархи, вспоминаю сейчас российского этого, Малафеева, который давал денег людям, которые там, как знаете, баражировали, ездили с какими-то миссиями, договаривались и как-то решали все вопросы. Вот если мы уж заговорили об Убенчике и его так сразу как бы героем Майдана мы, в общем, не можем сделать, что там будет следствие, какую статью ему сейчас будут инкриминировать, переквалифицировать, кажется, но сам-то он себя представлял как раз героем Майдана в своих интервью, да? Вы понимаете? Мы знаем людей, которые погибли, ну там они все на этих фотографиях, и им, кстати, посвящен будет мемориал, там же конкурс, поэтому вот увековечивание памяти погибшим на Майдане, ну там местные сотни, это одна сторона. Потом есть волонтеры о них рассказали, да, и добровольческое движение, чтобы воевать против миссисской агрессии. И есть же, в конце концов, мобилизованные люди, которые погибли тоже в немалом количестве, мы называем цифру сегодня 10 тысяч страны, украинские граждане, кадровые, военные. А сколько мирных погибло? Там золото вверхом монастыре же там, ну, золото вверхе Михайловском монастыре, так мы его назовем, да, все же новодел. Но на стене же там только те, кто имел отношение к офицерам, именно, ну, кадровикам, да, то есть там не все десять тысяч, а вот просто эти портреты той части, которой точно установлено, что они воевали, вот эти последние люди, о них как-то все меньше в обществе говорят, да, о тех, кто погиб, и, ну, скажем так, с их увековечиванием что-то, ну, таких явных, вот я не вижу, такой какой-то шумихи. Да нет, существуют региональные мемориалы, в том же дне при этом, да, и так далее, и так далее, есть памятники военным, и памятные таблицы на школах, но то, что фильмы снимаются, сказать, что вот совсем, как это, они, а не фильмы, конечно, да, но это же тоже культурный памятник, да, в каком-то смысле, сказать, что они полностью... Но их разрыв с теми, ну, людьми, героями, там, деятелем Майдана, делает ли Майдан? Это та же тенденция, смотрите, та же тенденция, вот, есть кадровый офицер, в 94-м году он со мной поступил в училище, сейчас три моих однокурсника, командир украинских бригад, как бы, да, и вот он служил в этой армии, которую все ненавидели, презирали, да, еще это самая позорная профессия военная, грабили все, безусловно, распродавали, растягивали, и так далее, и так далее, в 14-м он внезапно стал героем, после позора в Крыму большого, который армия вытерпела, да, он стал героем, потому что начали воевать на востоке, вот, и этот человек к этому моменту, мои однокурсники прослужили к 14-му году 20 лет календарных, это кусок жизни огромный, они все лишились здоровья, потому что военный через 10 лет служба офицер может спокойно доказывать контузию головного мозга по состоянию сосудов, это огромные нервы, испытания здоровых офицеров нет, грубо говоря, и так далее, к 35 годам все уже инвалиды, так вот, это система, а это же системная работа, они как могли удерживали хоть какую-то боеспособность вооруженных сил, склеивали эту разваливающуюся технику, хоть как-то обучали солдат, хоть как могли, там, в перерывах между покраской казаром, да, там, попыткой достать еды и так далее, не уходили из этой армии, служили и прочее, прочее, огромный системный труд, вся жизнь посвящена этому, кто о них замалывал доброе слово за все это время, хоть одно, а доброволец это да, это ты вот был мирным инженером и программистом или там ультрафутбольным, а потом внезапно все бросил и побежал, вот, как это, защищать родину от российской агрессии, и это очень хорошо, это все честь и хвала, но это лишний раз показывает, что состояние нашего общества, его сознание, оно не в состоянии оценить системную работу и не понимает, в чем подвиг системной работы, каждодневной, тяжелой и так далее, а потом, собственно говоря, и военный подвиг, как таковой, потому что общество, его средний уровень понимания, это вот, это вот полупопулистский такой, полуактивистский, очень неграмотный, очень взрывной характер, когда люди борются за все хорошее против всего плохого и не имеют системного видения, системной подготовки профессиональной, и не в состоянии оценить системные усилия, но вот даже в Советском Союзе, сколько было офицерских фильмов про войну? Офицеры, во-первых. Офицеры, торпедоносцы, в бой идут одни старики, по пальцам можно было бы... Офицерских суд, которые офицерскую проблематику показывали, как офицер принимает решения, как он обращается с личным составом, там дальше, в офицерской среде, очень мало. Было полно солдатских фильмов, воспевали простого солдата. Украинец воспевает простого добровольца. В фильме «Киборги» два офицера, один комбат, второй там, какой-то генерал, который приезжает в аэропорт. Комбат представлен абимволентной фигурой, которая так присматривает, а генерал представлен сомнительной фигурой, которая не разрешает защищать аэропорт в момент, когда его штурмуют. А вот добровольцы, рядовые, да, это вот герои. И общий тренд во всей риторике, которая существует в социальных сетях и так далее, это же какой тренд? Ну, антиофицерский, антигенеральский, так точно. Очень интересно, получается, что? Да, то есть генералы – враги, генералы – плохи, генералы – совки, старшие офицеры – козлы. А сейчас уже генералы, прошедшие войну? Ну, многие стали генералами на войне и так далее, и так далее, и так далее. То, что эти люди делали, они все очень разные, я ко многим из них, я их очень хорошо знаю, и ко многим из них отношусь специфически, могу указать на недостатки. Но то, что эти люди, 25 лет, тянули лямочку, пока все остальные занимались черти попали, чем хоть какую-то систему. Это никто не в состоянии, это вот проблема, вот врач районной больницы, есть знаменитые хирурги, звезды, есть люди, которые бросились и вытаскивали людей там в загоревшемся торговом центре или в случае землетрясения, там, да, в спитаке, помните, как было? Конечно. Чернобыль, добровольцы, это всегда очень выгодно смотрится, по зову сердца, время выбрало нас и так далее, и так далее. А те люди, которые проработали на Чернобыльской станции 25 лет или в спитаке строителями, да, или еще где-то, где-то, вот этот вот, это все остается за кадром, это не медийно. Ну, вот возьми командира бригады и спроси, чем вы занимались с 94-го по 2014-й? Ну, вот там пытался как-то что-то, не романтично, это не бандана, это не борода тактическая, это не в очках и в обрезанных перчатках пошел защищать Мариуполь и так далее, это не так зрелищно. А именно эти люди составляют систему, которая все удерживает. Вот медицинскую систему, как ее не реформирую, как за нее не борюсь, удерживают люди в районных больницах, которые криво, косо там как-то что-то делают, вырезают аппендицит, лечат ангину и так далее. То же самое в армии, то же самое в полиции, везде, везде, везде. У нас слишком легко нам дался Майдан, вот тот популизм, с которым мы имеем дело, это не только общемировая тенденция, это еще популизм Майдана. Два Майдана дались очень легко. И очень многим активистам около Майдановски и вообще публике кажется, что власть можно снимать и ставить по 10 раз на день. Такая иллюзия возникла. А для того, чтобы ее снять, нужно погромче кричать и порешительнее кидать коктейли молотого. Ну хорошо, покидали и так далее, а дальше что? И возникает вопрос спрос на этих системных людей. И только на больших разломах становится понятно, что когда вооруженные силы в 2014 году системно не готовы отражать, выполнять свою основную задачу, отражать военную агрессию в Крыму, например, на Донбассе, это никакие добровольцы ни в каких банданах, ни с какими обрезанными перчатками, бородами тактическими, носками тактическими не в состоянии работать против такой же системной агрессии соседней страны. Системе надо противопоставлять. А она была доведена общими усилиями, в том числе добровольцев, которые говорили, что эти козлы только продавали имущество, что они понимали в этой армии и так далее, дайте нам, мы порвем. Они довели эту систему до того, что она не в состоянии выполнять свои задачи. И я в этой риторике проигравших вижу очень нехорошую тенденцию, которая приведет на выборах, скорее всего, значительную долю популистов с той же риторикой, а самое главное олицетворяющие, усубъекчивающие ту же самую тенденцию. Не готовые к системной работе, не осознающие ее значимость, истинное значение и так далее, и готовые широко махать шашкой ради того, чтобы вот там этот самый. Я бы допустил это, если бы они были людьми уровня большевиков, например. Потому что эти люди, развалив одну систему, быстро создали другую. И как отмечали все их противники, например, те же немецкие генералы, которые воевали с царскими офицерами в Первую мировую и потом во Вторую мировую, они отмечали, что советские генералы злее и умели дерутся. Так вот, благо, что многие это были и царские. Чапаев, герой гражданской войны, кто был? Георгиевский кавалер. Тухачевский и так далее, и так далее, и так далее. Сколько народа было? Шапошников и прочее. Геллер, адмирал и прочее. Тут вопрос в чем? Что они сумели создать систему, но у них была политическая организация революционная, которая была готова провести революцию и потом взять власть. А у нас нет организации, у нас есть трендеж в Фейсбуке. У нас же вообще военные, я понимаю, что армия вне политики, да? Это везде же как-то. Армия Россия в любой стране мира, кроме самых папуасских республик, типа латиноамериканских и там африканских, да, она, как это, и южноазиатских, она всегда вне политики. Но коли вспомнили СССР и Красную армию, она же была вполне даже себе политизирована еще как? Нет, там были… Она воевала в Казаховскую войну с Беликами же. Безусловно, но там же ж был… Нужна ли такая нам армия, которая политизирована, мотивирована и имеет… Армию политизировал Троцкий, который метался в своем вагоне. Нет, я говорю про современную Украину, после Майдана и после Украины. У нас же что? Закон национальной безопасности в первом чтении проголосован. Там четко прописано восстановление стандартов ЕС и НАТО, у нас вооруженных сил, в частности, в системе национальной безопасности. Это означает, что армия и спецслужбы вне политики, однозначно. Но спецслужбам очень трудно быть вне политики, они всегда имеют руку направляющую, а армия должна держаться как можно дальше. Военные поражаются в правах, например, в некоторых странах они голосовать не могут даже, или ограниченно могут голосовать и прочее. Причем в самых, что ни на есть. Таких стран НАТО, типа Дании, военные немножко поражены в правах, не могут быть членами политических партий, не могут избираться. Они добровольно поражаются в правах для того, чтобы репрезентовать всю страну в целом. Та же самая история у нас. И мы имеем тенденцию между популизмом и реальной системной работой. К сожалению, в Украине из-за того, что победила контрреволюция, у нас сложился такой процесс, что систему репрезентуют контрреволюционеры. По крайней мере, на них лежит этот ярлык. А все новое, молодое, революционное, победное и вечное репрезентуют дилетанты и популисты в массе своей. Поэтому, как это, получается, что как только ты голос в пользу системы подаешь, ты как бы контрреволюционер. Как только ты что-нибудь скажешь про то, что генералы воруют, чиновники негодяи, олигарки сволочи, вот ты как бы революционер. Это все очень хорошо, но почему-то дороги от этого не строятся, медицина не реформируется, вооруженные силы не приобретают. Например, ПВО и ВВС не становятся более мощными. В ПВО очень трудно повязать бандану, там надо иметь хорошее высшее образование и непрерывные тренировки для того, чтобы ракеты кого-нибудь обнаружить и сбить. Понимаете, это не добровольческий батальон милицейский. А в современной войне без высокотехнологического оружия это люди, которые должны посвящать себя годами этой работе. Даже такая специальность, как снайпер, первичная в войсках, но это 3-5 лет системной подготовки, большая практика и так далее. Солдат войск специального назначения по западным стандартам, группа спецназа считается готовой после 4-х лет непрерывной подготовки в своем составе. Да, они были готовы. Может быть, именно на счет снайперской работы, как они называют, с той стороны этот парень 19-летний, который... Я хочу много гибнеться чувствовать. Три дня было такого траура районного штаба. Давно длится. Снайперская война началась так активно очень месяца. Она как-то не превращается даже на перемидия, предпасхальная и так далее. И наши подразделения несут там потери. Но их тоже несут, на самом деле. Мне понятно, хороший такой пафос, связанный с офицерством, но... Даже не с офицерством, а с системностью. С системными военнослужащими. Ну, можно быть хорошим театральным режиссером, не пройдя определенную школу. Конечно, бывают взрывы. Школы. Да. Взрывы талантов и так далее. Но, вообще-то, сколько бы талантов не было, если оценить театральную систему всей Украины с областными театрами и так далее, то нужен хороший средний уровень. А это достигается системной работой. А системная работа, это значит, что если ты долго работаешь, если ты в профессии десяти более лет, то есть ты представляешь что-то из себя, то ты, значит, из старой элиты, которая была до революции. Понимаете, да? Но сейчас мы говорим о какой-то школе будущих командиров в Украинской армии. Вот нынешние это уже есть и даже для них ваш знакомый. Я, Люсей, напоследок хотел напомнить вам, что вот вы первые, кто в этой студии сказали о том, что, ну, это я запомнил так именно до всех еще судов, до обвинений, до того, как ее Савченко с надеждой лишили даже там права на залог, да, то есть, такая мер была избрана на прещение. Вы четко сказали, что это будет воспринято и будет раскручиваться, как действительно отчасти, ну, реальный, там, возможный заговор, да? Это вот все сбылось, скажем. Ну, до этого этапа, не знаю, там, как он дальше пойдет, она же, Надежда, вроде, сейчас находится в состоянии голода. Голода, да. Ну, может, два слова о ней, вот, как бы, продолжение с ее делом, так вот, просто интересно, а потом уже закончим Бубенчикова. Ну, как же, потому что заговор был совершенно реальным, был не единственный, был еще заговор там. А что с ней-то будет, как вот ее сложится, просто мне любопытно, насколько Аристою здесь прогностичен, вот, не гностичен, не агностичен, а прогностичен. Да, я думаю, сделка будет какая-то, скорее всего, с правосудием, так или иначе. Потому что, ну, ожидать, что она за море себя голодом реально умрет, ну, сложновато, а ожидать, что из нее удастся слепить политическую фигуру заново национального масштаба, тоже нереально, хотя в Украине все реально, но это за пределами дерева уверенного прогнозирования, то есть, что она станет будущим президентом или там конкурентом на президентские выборы, такая же вероятность, как она умрет от голодовки. Если идти по среднему стволу стахастического дерева вероятности, то, скорее всего, будет какая-то сделка, она там где-то что-то как-то, там, к выборам. Выборы покажут, да, скажем так. Есть количество факторов, которые очень трудно прогнозировать сейчас. Ее однозначно попытаются все сделать разменной монетой, примером и так далее. Кто-то надеждой, да, кто-то там черной меткой и так далее. Будут пытаться пихать друг другу, обвинять друг друга, она станет разменной картой, вот точно я могу прогнозировать, она станет, и ее дело станет разменной картой в будущих выборах, которым сейчас все будет подчинено. Я думаю, там, пропрезидентские силы будут пихать оппозиции, в частности, Юлия Тимошенко. Видите, кого вы взрастили? Список в списке номер один. Отец скажет, да вы сами ее нибудь награждали и так далее. Сами на самолете президентском. Сами на самолете президентском привозили. Ну и в общем вот так это и будет продолжаться. Ну она в данной ситуации все же жертва собственной какой-то, я не знаю, если говорить о психологии уже, такой неустойчивости и восприимчивости. Однозначно. Или же эта человек попала в ситуацию, потому что она хотела быть таким узником, если не совести, то политических раскладов. Определенный человеческий тип притягивает определенные ситуации к себе. То есть это диалектический процесс. У нее есть собственные нюансы, психологический портрет с определенными свойствами, которые, будучи поставлен в определенные обстоятельства, дал вот такой вот эффект. Запад за нее впишется? Дал такой эффект, не впишется. Никогда никто не будет вписываться за человека, по отношению которого сформирована реальная доказательная база попытки совершить тягчайшее преступление. Глаз-перверт, из-народин, там же есть много чего существ. Да, да. А именно такая база реально, я думаю, существует. Да, и Запад прекрасно об этом известен. Более того, я сильно подозреваю, что Запад принимал активное участие в разоблачении этого заговора. Активнейше. Хорошо. Ну и по Бубенчику два слова буквально. Вот продолжение будет иметь это дело? Как-то сегодня зазвенело, просто сразу все колоколи вспомнили, которые… Смотрите, я попытался снять медийную пенсию. Гудит. Фейсбучно-медийную с Бубенчикова. А что там реально в том правосудии происходит и куда это все заведут? Ну я думаю, что, ну что, два убийства двух людей. Если их докажут, это очень тяжелый срок. Это значит, что станет вопрос либо об амнистии, либо о какой-то там условных вещах. Но тогда это тоже создание прецедента. То есть правосудие, украинская система станет перед очень тяжелым выбором реально его сажать. А это дело по майдановцу, которое сопротивлялось на майдановца. Либо, как это, либо спустить на тормозах. В зависимости от того, как власть придержащие оценят потенциал протестный по делу Бубенчикова, такой, скорее всего, и будет выход. Потому что суды у нас управляемые, это все понимают. Я думаю, что власти не боятся протестов и не боятся Майдана активности. Поэтому вполне могут конкретно посадить. Им, наверное, лояльность силовиков перед выборами того же бывшего Беркута, той же бывшей старой милиции и так далее, и так далее. Как это? Садите паритетно, скорее всего. Там говорят, если виноваты, садите полицейских, садите и Майдановца за убийство полицейских. Они, скорее всего, заигрывают с силовиками, нежели с майдановцами. Потому что на силовиков большая ставка, у них больше реального влияния, и они большую роль сыграют на будущих выборах, чем политическая сила, которая называется майдановцы. А политика, со времен бестфальской системы, это что? Это реальная борьба сил, сдерживание противовесов системы. Поэтому политика предполагает забвение этих терминов, дорогой пастор. Мораль, Христос и так далее. Добро, зло. Предполагает учет реального расклада. В реальном раскладе вес старой милиции в глазах власть придержащей и старых силовиков, которые подавляли Майдан, боролись с ним, гораздо более высокий и важный для власти, нежели вес сообщества майдановцев, скажем так. Поэтому вполне могут и посадить. Алисирис, стоит что-нибудь скажет из студии Украла Севи нашим зрителям, подписчикам, ваш, конечно, верующим перед вот этими праздниками. Что я могу сказать? Воскресенье – это уникальное событие в человеческой истории, с моей точки зрения. Почему? Потому что принесло благую весть. Благая весть, она очень простая. Смерти нет. Мы все воскреснем. Если всерьез это допустить, хотя бы в качестве интеллектуальной фикции, это означает, что мы увидим своих родителей, дети увидят, внуки, правнуки, увидим всех своих родственников, увидим всех людей, бывших в этой истории. Это будет происходить перед лицом Господа Бога. И это дает уникальный шанс каждому человеку. Потому что, когда люди уходят, есть даже список сожалений, которых составила австралийская медсестра, которая 20 лет проработала в реанимации, она составила список из пяти сожалений, которые люди сожалеют, о чем умирая. И они говорят, там всегда больше всего неумение быть самим собой, прожить жизнь так, как хотел, позволить себе чувствовать то, что чувствуешь, говорить о чем хочешь и так далее. Попытка угадать реакцию окружающих. И очень много жалеют по поводу недостаточного общения с родными. Но хотя бы с этой точки зрения, пасхальная неделя и пасхальные праздники означают, что можно выделить время на родных, чтобы потом не жалеть. Б. Родных можно будет увидеть потом, после воскресенья, если что. И зачесть все незачеты, которые сложились в отношениях с родными. У нас у каждого есть, я думаю, что что-то, что мы не сказали родителям, дедушкам и бабушкам перед смертью. То, что они нам не сказали. Ну вот Христос придет второй раз и сможем все все повторить. Извиниться за все, выстроить все отношения и так далее, и так далее. Это большой праздник. Даже если это допустить в качестве фикции. А если верить в это, то меняется в принципе вся картина мира, все ум и настроение человека. И человек становится глубоким, сдержанным, но оптимистом. Потому что отчаяние и уныние – это два смертных греха, как есть невера в окончательное спасение. Я предлагаю всем быть оптимистами, несмотря ни на что. Не только в пасхальную неделю, но и все 52 недели в году. Я не богохульствую, но не без сожаления прощаюсь сегодня с Алексеем Устовичем. И мы обязательно встретимся здесь, в Укрлайфе. А пока что до свидания. И продолжаем трансляции на Укрлайф ТВ.